Благовестие Израилю и всему миру. Добрый день, наши дорогие зрители. Дорогая, поприветствую наших зрителей. Слава Богу, очень здорово, что вы нас смотрите. У Бога есть Слово для вас, и я жду, не дождусь, чтобы услышать, что Он хочет сказать. Аминь. Сегодня мы начинаем новую серию проповедей, сезон апостольских молитв. Мы будем читать послания к Колоссинам, но прежде чем начать проповедовать, я хочу с вами кое-чем поделиться. Когда мы с Синтией были в Израиле, я получил одно удивительное откровение, пока изучал Тору, о том, как важно ходить в радость и быть благодарным за все, что Бог делает в твоей жизни. Мы говорим на иврите «Баруха Шэм», что означает «благословенно имя Господня». Через что бы мы ни проходили, нам нужно верить, что у Бога есть благая воля на нашу жизнь и быть благодарными Ему каждый день. Дорогие, если вы исполните только это, я гарантирую, это изменит ваши отношения с Богом. Прежде чем мы приступим к Божьему Слову, я хотел бы вместе с вами вознести свои сердца к Отцу. Господь, мы просим Тебя, открой наши сердца, дай принять Твою любовь. Господь, в этом мире все держится Твоей силой и благодатью. Направь наши сердца сейчас к Твоей любви во имя Царя Иисуса. Аминь. Сегодня я хочу пойти дальше в серии апостольских молитв и изучить первую главу послания к Колосиным. Кто-то уже слышал мои проповеди об этом послании, но откровения Божьих истин так глубоки в этой главе, в этой молитве, в которой молился Павел в первой главе к Колосиным, что я чувствую особое побуждение, особую нужду снова говорить об этом месте. Начнем с 9 стиха 1 главы. Трава засыхает, свет увядает, а Слово Бога нашего прибудет вечно. А вот, возлюбленное Божие дитя, Его Слово для тебя сегодня. Начиная с 9 стиха. Молитва Павла. Я объясню, кто такой Павел, прежде чем читать его молитву. Павел, еврейский фарисей, в конце своей жизни он был среди тех, кто хотел осудить христианскую веру. Павел постоял за себя и сказал, у меня та же вера, что и у вас. Я фарисей, сын фарисея. Павел был евреем с макушки до пят, но он знал, что Иешуа Хамашех был Хашем, Господом, явившим себя этому миру Божьим Сыном. Теперь 9 стих, посему и мы с того дня, как о Сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. У меня возникает один вопрос, когда я читаю первую часть стиха. Мы называем Павла Шауль. Я сделаю сейчас небольшое отступление. Евреи называют Павла Шауль. По-английски это Саул. Но у него было также греческое имя Павел. И поскольку он служил в основном язычником, он использовал своё греческое имя. Но вот что удивляет меня касательно Шауля, касательно молитвенной жизни Павла. Послушайте, он проводит очень много времени в молитве за других людей. Не знаю, что насчёт вас, но моя молитвенная жизнь в сравнении с жизнью Павла не состоит в своём большинстве из молитв о других людях. Вот только послушайте, что он говорит. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаём молиться о вас. Не вызов ли это для нас? Я думаю, большинство из нас всё ещё эгоистичны в своих молитвах. И дело не в том, что мы не молимся за других. Я молюсь за других. Особенно если кто-то просит за него помолиться. Я останавливаюсь и молюсь за людей, за которых я несу ответственность, как пастырь. Я молюсь за людей, которым служу. Не подумайте, что я не молюсь за других, как и многие из вас. Но когда я один, как долго я молюсь о том, чтобы в церкви настало пробуждение. Я думаю, это вызов для нас. Господь желает, чтобы наша молитвенная жизнь фокусировалась не на наших нуждах, что естественно, но чтобы мы вышли за пределы своих привычек, за пределы своего эгоизма и сфокусировались на нуждах других. Господь бросает нам вызов через жизнь Павла. Чтобы ходить в любви Иисуса Христа, нам нужно молиться не только за себя, но перейти на следующий уровень и молиться за других, особенно за церковь. Мы молимся за каждого человека, за христиан, чтобы они были успешны в своей жизни, за целые динаминации церкви, чтобы они осуществляли волю Царства Божьего на этой земле. Я предлагаю вам помолиться прямо сейчас. Господь, Отец наш Небесный, молимся, чтобы ты прославился в жизнях своих детей на земле. Мы молимся, чтобы в твоей церкви началось пробуждение. Мы молимся, чтобы твоя невеста пробудилась и вошла в свое призвание. Ну а теперь давайте продолжим читать. Павел говорит посему, и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить. О чем же просит Павел? О чем он молится? Когда я говорю, что нам надо молиться за других, я говорю не только о чем-то земном, о каких-то материальных вещах, о временном, потому что в большинстве своих молитв Павел просил не о земных благах. Хотя и они важны, и за них надо молиться. Но он фокусировался на чем-то более значительном. О чем он просит? Посему и мы с того дня не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли его, во всякой премудрости и разумении духовном. Хочу, чтобы вы поняли. Вся молитва Павла была посвящена тому, чтобы Божий народ укреплялся в вере и получил понимание Божьей воли. Другими словами, нам нужен прорыв, друзья. Нам с вами нужен прорыв в наших мыслях и сердцах, чтобы мы перестали видеть лишь естественное. Даже те, кто уже давно в церкви, ходят в естественном. Может, мы даем каким-то вещам религиозные названия, но в итоге большинство из нас все равно смотрит на вещи естественным образом, глазами, плоти. Мы не смотрим глазами духа. Помню, несколько лет назад я был в одном музее в Перу, посвященном Иисусу. У них было множество статуй Иисуса, и все они были разными. Его кожа была всевозможных цветов. Иисус такой, Иисус эдакий. Его образ был повсюду. Я рассказываю вам об этом, потому что считаю, что нам нужно выйти за пределы своего сознания, перестать видеть Христа в его земном обличии и начать видеть его в обличии духовном. Да, Иисус — это Бог, пришедший воплоти. Но послушайте меня. Если мы будем видеть Христа лишь воплоти, только так, смотреть на Него, как на человека, и только лишь на человека, того, кто пошел на крест, то мы многое упустим. Да, Бог пришел на землю воплоти. Да, Он умер на кресте воплоти. Но послушайте, Бог существовал, Иисус существовал и до того, как облегся воплоти. Нам нужно познать Его в духе и как можно ближе. Иешуа говорит, что если мы хотим поклоняться Отцу, нам нужно делать это в духе и в истине. Слишком многие из нас привязаны к земному, привязаны к оплоти, привязаны к тому, что мы видим своими глазами. Я имею в виду наши обычные глаза, не глаза Духа, не видение духовного мира. А вот Господь желает переместить нас из этой реальности в духовную, сверхъестественную реальность наши возлюбленные друзья. Одной из самых удивительных историй спасения, которые нам доводилось видеть, стала история спасения одного городского вора. Он заводил дружбу с людьми, чтобы войти к ним в доверие, и потом обкрадывал их. Он воровал даже из церквей. Этот человек — главарь всех воров в городе. Он ворует уже долгое время. Он обокрал многих людей. Он угонял мотоциклы, обкрадывал магазины. Люди не знали, что он вор. Он притворялся, потому что привык к этому. Он не знал, каким человеком он был. Прошлым вечером его коснулось слово «равина». И он всю ночь не спал. Он позвонил мне сегодня в шесть утра и сказал, что хочет принять Иисуса Христа своим спасителем. Было удивительно видеть, как такой ранимый мужчина стал перед всеми горожанами и покаялся в своих грехах. Смотреть, как сила Евангелия Христа так сильно преображает жизнь человека. Это удивительно. На этой неделе я ограбил церковь. Но после проповеди раввина я почувствовал обличение. Еще вчера я был вором, а сегодня я уже ученик Господа Иисуса Христа. Послушайте еще раз, о чем молится Павел. Послание к Колоссянам, 1 глава, 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Интересно, что Павел говорит об исполнении познания воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Интересно, потому что очень часто Иисус олицетворяет мудрость, особенно в еврейской Библии. В книге притчи Иисус олицетворяет собою мудрость. Он есть мудрость. В Писании сказано, что Христос Иисус стал для нас мудростью. А что есть мудрость? Быть мудрым значит во всех жизненных ситуациях знать, что делать в духе. Мудрость помогает нам контролировать наши чувства. Мудрость помогает нам контролировать всевозможные запросы и возможности выбирать правильный путь. Именно мудрость помогает нам понять, нужно ли нам протянуть руку, или нам нужно отступить. Мудрость помогает нам не свернуть пути, которые для нас вымастил Царь Иисус. Нам нужна мудрость. Наша вера уникальна тем, что берет свое начало в иудаизме. А в иудаизме все должно сперва провериться мудростью. Хороши наши чувства, наше тело, наши отношения. Но чтобы обрести баланс хождения в истине, нам нужно с помощью мудрости контролировать все, что нас окружает. Мудрость приходит по Божьей воле. Мудрость дает нам возможность выбирать. У нас есть три опции. Как понять, что мы выбрали верно? Даже в голове у нас всегда есть много вариантов, о чем подумать. Много вариантов, на чем сфокусироваться. Когда эта передача закончится, проанализируйте то, о чем вы думаете. Постарайтесь понять, о чем именно вы думаете. У вас есть возможность выбирать, о чем думать. Но часто мы позволяем мыслям спокойно приходить к нам на ум. Мы не знаем, откуда они пришли и почему. Мы думаем об этом. Часто фильтр в нашей голове, через который проходят потоки мыслей, неисправен из-за травмирующего опыта в прошлом. Поэтому эти потоки ничто не сдерживают. Это мысли, навязываемые страхом и тревогой. Они мешают нам жить. Но когда мы мудры и умеем слушать себя, мы начинаем обращать внимание на свои мысли и обращаемся к Богу за мудростью и силой, которая меняет траекторию наших мыслей, помогает сконцентрироваться на хорошем. Тогда мы движемся в его воле и живем в полноте духа. Я повторю. Павел говорит, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Вот что важно. Я обращаюсь сейчас не только к женщинам, но и к мужчинам, но к вам, прекрасная Божья дочь. Я обращаюсь в первую очередь. Когда Павел начинает молиться, а он желает, чтобы все ходили в познание Христа, обратите внимание, с каких слов он начинает. Он желает, чтобы мы наполнялись познанием Его воли, премудростью и разумением духовным. То есть он желает, чтобы мы наполнились знанием, мудростью и пониманием. Он говорит, я молюсь за вас, чтобы вы становились теми, кем Господь призвал вас быть. Я молюсь, чтобы помимо всего прочего у вас была мудрость и понимание. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что очень часто люди руководствуются не мудростью и пониманием, а своими собственными импульсами. «Послушайте, своими чувствами». Господь научил меня этому однажды. Не руководствоваться своими чувствами. Мудрость находится в голове. Ведь так? Мудрость из сферы разума. Вот что здесь говорит Господь. Особенно он обращается к девушкам, потому что они умеют чувствовать, как никто другой. Женщины намного более чувствительны, чем мужчины в каких-то сферах. Дух женственности — это дар Святого Духа. Но нам нужно иметь контроль над чувствами и чувствительностью. Этого можно добиться с помощью мудрости, понимания и познания Его воли. Это наш венец. Ходить в познание Его воли. Когда нас атакуют чувства, импульсы, инстинкты, когда у нас много вариантов, куда пойти, что делать, что сказать, как мыслить, мы имеем мудрость и познание, чтобы выбрать правильный путь. Это глубокое откровение. Иногда мы просто живем на Его поверхности. Но если мы хотим пойти на глубину, нам нужно проанализировать свою жизнь. О чем вы думаете каждый день? В наших мыслях во многом и строятся наши отношения с Богом. Только послушайте. У нас есть власть выбирать, о чем нам думать. Может, не будет такого, что ваше настроение поменяется на хорошее за мгновение, но вам нужно начать следить за этим. О чем я думаю? Почему я грущу? В чем причина? Ты начинаешь понимать, что делаешь, когда анализируешь свои мысли и молишься Хашем, молишься Господу, говоришь с Богом, поддерживаешь с Ним общение. Никогда не переставайте говорить с Богом. Продолжайте это делать. Кто-то говорит, «Я буду общаться с Богом, но говорить не буду. Буду только ждать, что Он хочет сказать». Кто-то из вас думает так же, как и я. Я уже многое сказал, теперь я помолчу и подожду, пока Бог мне не ответит. Часто, когда я говорю, а затем молчу, я не слышу Божий голос. Но знаете, что я понял? Если не переставать общаться с Богом, то Он начинает говорить ко мне, пока я говорю к Нему. Другими словами, мне не нужно говорить, а затем брать паузу и ожидать. Пока я говорю, Он незаметно открывает мне какие-то вещи. Но нам нужно быть внимательными, чтобы распознать это. Нам нужна духовная интуиция, которая поможет понять, что и когда нам говорит Господь через Святого Духа. И вот так Павел начинает эту молитву в послании к Колоссинам 1 главе. Он молится, чтобы мы были наполнены. Это не разовое действие, это долгий процесс и продолжительное чувство, потому что жизнь никогда не стоит на месте. И мы не можем вернуть то, что было, потому что жизнь устроена по-другому. Она постоянно движется и обновляется. Это наполнение приходит, когда мы постоянно доверяем Хашему, возлюбленное, и позволяем Ему наполнить нас познанием Его воли, всякой премудростью и духовным разумением, как говорил апостол. Я хочу призывать вас выйти оттуда, где вы сейчас. Давайте перестанем уповать на естественные вещи, которые творит Бог. Давайте вспомним, что Бог есть Дух, и где Дух Господень, там настоящая свобода. Он пришел на землю воплотить, но Он прежде всего Дух. Нам нужно думать о Нем, как о Духе, в мудрости и духовном разумении. Какая прекрасная проповедь. Вдохновляет посмотреть вглубь своего сердца и разобраться с тем, что выбивает меня из колеи, что я чувствую. Может, эти чувства не от Бога. Я могу ходить с Господом и быть христианкой много лет, но каковы мои мотивы? Движет ли мною прошлый опыт? То, как меня воспитывали, объясняя мне, что я должна делать, что я должна говорить, как я должна реагировать на разные ситуации. Равин, мне очень понравилось, когда ты сказал, что нам нужно остановиться и сказать, знаете что, у Бога есть мудрость, у Бога есть путь, который наполнит меня Духом, и я не буду руководствоваться лишь импульсами. Я хочу ходить в мудрости, которую дает Дух. Знаешь, Синтия, мне кажется, проблема многих из нас в том, что мы слишком горды или слишком боимся посмотреть правде о себе в глаза. Мы не хотим понять себя, поэтому не можем оказаться там, где начинаются реальные изменения. Нам нужно проанализировать свои мысли и понять, какие из них нужно изменить. Нам нужно проанализировать свои чувства, как ты и сказала, милая, свои желания, свою мотивацию, и начать признавать свои ошибки. Нам нужно захотеть изменений. Но многие из нас, опять же, из-за своей гордыни, страха, комплексов, не могут измениться, потому что просто не хотят анализировать себя, сделать первый шаг. Да, самоанализ — это не всегда просто. Но нам нужно побороть свой страх и позволить Духу Святому сиять. Есть вещи, которые Он хочет изменить. Мы можем постоянно меняться и становиться все более похожими на Христа Иисуса, преображаться так, что наши импульсы станут импульсами Духа. В иудаизме есть идея о том, что свет происходит от темноты. Когда мы читаем историю сотворения мира, там сказано, что свет появился из тьмы. Когда Дух Святой парил над водами, там было темно. Но Бог пролил свет на эту тьму. То же происходит в наших жизнях. Может, нам страшно заглянуть внутрь себя. Может, мы увидим там зло, и нам придется признать необходимость меняться. Может, мы увидим тьму, но если мы хотим научиться смирению и позволить Духу Святому делать то, что Он хочет, то Он прольет свет на эту тьму. Да, аминь. Не следовать за этим миром, но найти другой путь и ходить в мудрости и познании Бога, а не в мудрости и познании человека. Это не приведет нас никуда. В Писании сказано, что если мы будем исследовать себя, то Богу не понадобится дисциплинировать нас. Я хочу вдохновить вас самим познавать себя и позволять сделать это Духу Святому. Обратите внимание на свои мысли, на свои мотивы. Не прекращайте общение с Хошем, что на иврите значит Господь. Если мы будем так поступать, Он изменит нас, и мы познаем полноту Его радости во всем. Аминь. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит Тебя и соблюдет. Пусть осветит Тебя сиянием лика Своего, явит милосердие. Пусть Отец, Владыка Твой, воззрит на Тебя светлым взором Своим, и пусть снова дарует мир любимому Чаду. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать за вас. Отправьте молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который вы видите на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на каждую из них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии. Передача «Еврейский Иисус» служит Израилю и миру. Это программа «Последняя» в серии «Апостольские молитвы», часть третья. Если вам понравилась эта серия и вы хотите приобрести ее, заходите на наш сайт. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером в служении Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. В сегодняшней программе мы говорили о хождении в мудрости. Мудрость имеет огромную роль в нашей жизни. Одна из сфер, в которой нам необходима мудрость, это сфера финансов. Истина в том, возлюбленная, что когда мы почитаем Бога своими финансами, мы тем самым ставим Бога на первое место в своей жизни. Это глупо не почитать Бога своими финансами. В книге пророка Малахии Господь пообещал благословить нас. Если мы отдаем Ему первые плоды, отдаем Ему свои финансы. Он высвобождает на нас небесное благословение. А когда мы не почитаем Бога своими финансами, тогда в нас говорит отсутствие мудрости, потому что не отдавая Богу пожертвования, мы на самом деле закрываем свое сердце и отказываемся доверять Ему так, как Он этого достоин. Я хочу обратиться к вам сегодня. Если это служение стало для вас благословением, если вы верите, что познание еврейского Иисуса — это миссия от Бога, то я хочу, чтобы вы открыли свои сердца и позволили Духу Святому говорить к вам. Если Господь призывает вас пожертвовать Ему через это служение, возлюбленные, будьте послушны и сделайте это. Как стать нашим партнером? Отправьте пожертвования, не облагаемые налогом, на адрес, который на экране. Пожертвовать онлайн можно, зайдя по ссылке нашего сайта. Пожертвовать через кредитку можно по телефону, который на экране. Или же отправьте СМС на данный телефонный номер. В знак признательности мы отправим вам аудиопроповедь месяца и свежий вестник. Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение, интернет и массовые богослужения. Многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество по служению еврейский Иисус, зайдите на наш сайт. Откровение сегодня для лучшего завтра. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» на своем носителе. Подпишитесь на наши обновления. Следите за нашими новостями в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и подпишитесь на нас в Ютубе. Присоединиться к служению «Узнавая еврейского Иисуса» очень легко. Будьте с нами! Субтитры создавал DimaTorzok